На кастинг проекта «Атомные дети» Василиса Котова приходит в четвертый раз. Она поет и рисует, пишет стихи и пробует создавать музыку. Но каждый раз камнем преткновения становится танцевальная часть кастинга. На выступление она выложилась по полной и к результату относится философски. У меня есть еще целая жизнь, чтобы попасть в проект и чтобы творить, чтобы нести людям чистые светлые мысли. На кастинге было место не только для сольных вокальных выступлений. Участники читали стихи, показывали гимнастические этюды, коллективные танцевальные номера и декламировали прозу. Виктория Филатова в составе хореографического коллектива «Сюрприз» уже не раз участвовала в различных конкурсах и концертах. На пробы в проект девушки пришли с определенной целью. Попробовать себя в новом направлении. Ну, также это интересное времяпрепровождение. Также можно познакомиться с новыми людьми, ну, и попробовать себя в чем-то новом. Проект «Атомные дети» стартует уже в десятый раз. Четких критериев отбора не существует. Каждый год в городах присутствия госкорпорации «Росатом» организаторам необходимо выбрать из нескольких сотен мальчишек и девчонок тех, кто подходит под задуманный проект. Что должно получиться в итоге, организаторы пока держат в тайне. Но и то, что известно, заставляет ребят выкладываться на кастинге на 100%. В этом году весь репетиционный процесс, вся подготовка будет проходить в Венгрии. На протяжении месяца мы будем там. Соответственно, вот и первая тайна раскрыта. Также мы будем готовить традиционный мюзикл, который покажем в городах России, в городах присутствия атомной отрасли. Также за рубежом, в той же самой Венгрии, три выступления у нас назначены. По словам Павла Пронина, критериев отбора детей в проект не существует. Главное, выходя на сцену, оставлять все свои страхи и стеснения за порогом зала. А во время выступления влюблять в себя конкурсную комиссию. А вот каким образом это делать? Каждый из участников выбирает сам. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.